Здравствуйте, уважаемые клиенты и партнеры компании A-Markets. По традиции для вас я сделаю анализ некоторых валютных пар на рынке Форекс. И также рассмотрим золото и рассмотрим вами любимый биткоин. Придем теперь к Форексу. Начнем, наверное, с евро. Ожидаемо, как и планировали, дошли до наших целей. Причем птик-птик. Дошли до уровня 1.07.964 и сейчас происходит отскок. Пока мы эту область нижнюю не пробили. И это, конечно же, в какой-то мере радует. Видим усиление бычьего объема, ровно как и медвежьего объема. И это, конечно же, знаете, должно вас немножечко пугать, поскольку, учитывая то, что мы сейчас находимся внизу движения, вот такие вот перекосы с точки зрения, соответственно, объема, это всегда говорит о балансе сил в инструменте. И как следствие, я здесь ожидаю некой флетовой динамики в инструменте. Можно, конечно же, пытаться искать продажи от уровня 1.08.975 и покупки от донышка в районе 1.07.964. Но глобальная вероятность шорта, она все равно в рынках остается. Грубо говоря, сейчас ждем флета и ждем, куда этот флет расторгуется. Пока что торгуем во флете. Перейдем, наверное, теперь к фунту. Резкое волатильное быстрое движение в пятницу на фоне возрастающих объемов, конечно же, повлечет за собой серьезную коррекцию. На данный момент пробили уровень 1.29535 и максимальная цена фунта 1.30 тысяч. Ожидаю, конечно же, движение туда, ближе где-то, наверное, ко вторнику, к среднему, вот ближе к этому моменту. Но опять-таки поживем, что называется, увидим, не хочется загадывать. Пока на данный момент на рынке у нас очень слабые медведи, поэтому говорить о шортах, если честно, я бы не стал. Однако уровень баланса возрастает и, как следствие, мы можем опять-таки уйти во флет примерно точно так же, как и в евро, до обозначенных диапазонов. Перейдем теперь к иене. Иена вырастает очень серьезно на фундаментале. Давно я таких движений не видел. Если по память мне не изменят, вот серьезно, давно я такого не видел. Имеем крупного покупателя по данному инструменту, который грузится прямо на хаях. Это, конечно же, немножечко меня удручает. По этой причине, конечно же, ожидаю движение в рамках коррекции максимум до 111-180. С последующей коррекцией и флетовой остановкой. Дадим этому инструменту немножечко устаканиться, успокоиться и уже вернемся к нему через неделю. Пока что пусть он поживет немножечко своей жизнью. Австралиец. Торговали половину неделю во флете, как мы, собственно говоря, этого и предвещали. И свалились достаточно волатильно вниз. Тактику вы, конечно же, знаете. Ожидаем отскока в сторону флета. С последующей раз торговка еще ниже. Ближайшая цель 0.65.970 и 0.63.527. Если мы, конечно же, зайдем внутрь флета, то это будет сигнализировать о последующих лонгах и, как следствие, о донышке по данному инструменту. Перейдем теперь к реальному золоту. Золото, как иена, просто взлетело, как рогета. Конечно же, мы находились в лонгах. И, если помните, я уже недели 2 или 3 вам говорил, что, собственно говоря, по золоту только лонги, только лонги. Но я не ожидал, что у нас будет такой мощный лонг по золоту. Это прям, конечно же, в какой-то мере даже пугает. Если не успели в лонге, дождитесь, конечно, коррекции и заходите. Но заходите очень осторожно, поскольку мы уже проделали огромное количество пунктов. Имейте в виду, что у нас возрастает вероятность коррекции. Цель коррекции сейчас в районе 16.15. Здесь, конечно, желательно сделать новый анализ в понедельник. Ну, вот, чтобы прям четко определить некую цену и четко определить некие границы данной коррекции. Поэтому, кому прям вот серьезно, принципиально по данному инструменту, пишите мне в WhatsApp в понедельник, где-то ближе к вечеру. Подскажу точные области и посмотрим с вами данный инструмент. Сейчас имеем увеличение бычьего объема. И, разумеется, говорить о шартах сейчас, ну, это прям самоубийство. Прям совсем агрессивный трейдинг. Продолжаем торговаться в рамках бычьей логики после коррекции. Ближайшая цель 16.96. Перейдем к биткоину. Тренд замедлился, как мы, собственно говоря, этого и ожидали. Разворотом стало пахнуть уже немножечко на горизонте. Но не спешите, если честно, особо залезать в продажи. Снизу имеем очень сильного покупателя по данному инструменту. И пока работаем в логике флета между уровнями 9.200 и 10.200. При пробое одной из областей встаем в сторону пробоя. Можно так сказать, что по биткоину у нас сейчас вырос такой баланс в инструменте. И, конечно же, куда расторгуется этот баланс уже покажет нам следующая неделя. Напоминаю вам, что на моем сайте находится опросник, в котором вы можете проголосовать за интересные инструменты, которые вам наиболее интересны. Ссылку на данный опрос найдете в описании. Опрос обновляется каждое воскресенье после выхода свежей аналитики. Ну, разумеется, вы как бы заказываете контент на будущее. Я делаю анализ на те инструменты, которые вам наиболее интересны. Ну, интересны на моей, так скажем, аудитории. Еще раз говорю, ссылку найдете в описании. Ну, а я вам желаю удачных торгов на следующей неделе. Счастья, профита и благополучия. Зарабатывайте!